Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о учебном роботе-манипуляторе серии СД-1. Их существует три вида. СД-1-4-320, СД-1-4-340 и СД-1-4-350. Вот последняя цифра это размер рабочей зоны. Больше ничем в принципе отличаются эти роботы. Рабочая зона регулируется вот этой вот насадочкой. Соответственно, чем она больше, тем больше вынос инструмента, тем больше у нас рабочая зона. В остальном эти наши манипуляторы абсолютно одинаковы. Ну и давайте рассмотрим, что из себя этот манипулятор представляет. Предназначен он для изучения промышленных полноразмерных роботетнических манипуляторов в условиях образования учреждений. Сделан он специально для именно образования и, собственно говоря, позволяет в таком простейшем виде изучить работу достаточно сложных полупромышленных систем на примере вот этого робота. Сделан этот робот в России. Производит его компания Digis. Он реально по точности, по своим характеристикам сделан так, что немножко превосходит те аналоги, которые есть на рынке. Интегрирован со свободно распространяемым программным освещением, то есть никаких лицензий здесь покупать не нужно. Все ПО доступно и можно его использовать абсолютно свободно. Естественно, да, в школе, если мы это используем, это старшие классы. Ну и можно использовать это в вузах тоже для изучения манипуляционных систем. В комплекте есть методическая поддержка, то есть есть по нему методическая, которая описывает все узлы агрегата данного робота. Вот как, что работает, все это можно прочитать и изучить. Ну и как у любого робота-манипулятора, в принципе, функционал робота определяется теми насадками, которые идут в комплекте. Вот в данном случае их несколько мы рассмотрим. Рассмотрим, что робот может делать с помощью тех насадок, которые у нас есть. Он умеет у нас работать с перемещением предметов, умеет рисовать, умеет работать в автономном режиме по программе. То есть мы загружаем ее программу, он выполняет какие-то действия на основе этой программы, в цикле. Вот что-то там перетаскивая, что-то там выкладывая. Вот. Также у него в комплекте есть насадка лазерная, соответственно, он может у нас лазером гравировать. Также есть насадка для 3D-печати. Естественно, это не замена полуоценная 3D-принтеру. Некая просто демонстрация того, что подобный робот может печатать в том числе в 3D. Ну, собственно говоря, аналогично тому, что видим по телевизору, строительные уже 3D-печати роботы, которые цементно печатают. Ну, то есть, по сути, там тоже некий большой манипулятор, который выполняет похожие функции, а не тот 3D-принтер, к которому мы привыкли по конфигурации. Ну, и можно им управлять с пульта, то есть, называемое внешнее управление. Вот. Также здесь у нас поддерживается с помощью модуля Bluetooth. Что мы можем изучать с помощью этого робота? Ну, понятно, что это алгоритмика и программирование, точно так же, как у любого другого роботехнического устройства. Это аддитивная технология, как раз вот 3D-печать. Здесь очень интересно наблюдать именно за тем, как роботы с этим работают. Ну, естественно, основа промышленной робототехники. В данном случае мы смотрим на конфигурацию робота. Вот я его сейчас включу. Вот пока он у нас будет загружаться, мы дальше пойдем на презентацию. Вот. И, собственно говоря, особенности 4-х всего именно для решения того, как манипулятор работает. Можем его использовать также в проектной деятельности за счет специальной насадки. Ну, и как раз методически разбирается подробно электроника, механика, пенематика данной системы, устройство пенематических систем использования в данном контексте. Это то, что у нас робот может обеспечить в плане именно образователя. Здесь на слайде видим устройство робота. То есть, в принципе, у него есть два плеча, соединенные определенным образом между собой. Ну, и есть разъемы для подключения внешних устройств. Разъемы для подключения модуля Bluetooth, для подключения камеры. Ну, и для подключения тех насадок, которые входят в комплект. Вот такая вот схематичная конфигурация у данного робота. Программируется он либо в блочной среде. Мы это рассмотрим более подробно. Блочная среда в данном случае у нас используется M-блок. Вот он у нас сейчас выполняет последнюю программу, которая была в него загружена. Он таскал у нас кубитель. Среда M-блок 5. Очень удобная, очень понятная. С ее помощью мы можем, соответственно, производить программирование данного робота. В комплекте у нас есть различные насадки. Это, к примеру, и захват с пневмоприсоской. Вот, и пневмомеханический захват, который позволяет как раз таскать предметы, перемещать. Это держатель для ручки или карандаша. Это устройство для 3D-печати модуль, специальная лазерная насадка и переходник для присоединения деталей какого-то конструктора, из которых дети могут сделать, собственно говоря, свою насадку, свой какой-то инструмент. Собственно говоря, вот эти сменные насадки дают нам понимание того, что именно от того инструмента, который на роботу установлен, будет зависеть его функциональность. Один инструмент поставили, у нас один функционал, другой инструмент поставили, у нас у робота другой функционал. При этом робот у нас один и тот же, но может выполнять различные операции. Поставим сюда на устройстве для того, чтобы сварку его производить, будет что-то варить. Что-то еще, там другие операции, возможно, абсолютно. Ну и можно интегрировать данного робота, например, с сортировщиками, с конвейерами и так далее. Что можно сказать о каких-то параметрах? Ну, питается он на сети 220 вольт, через специальный блок питания. На входе у робота 12 вольт, соответственно, имеем безопасное напряжение для работы. Максимально употребляемая мощность у него 82 вольт. Мы добились с помощью применения двигателей специальных, которые долго искали на самом деле, достаточно высокой точности данного робота, это 0,2 миллиметра при повторяемых операциях. Ну и, как говорилось уже, робот выполнен по классической четырехосевой схеме. Ну и, естественно, использовать его нужно в помещениях с положительными температурами, высшим 0 градусом, чтобы не образовывалось конденсата на платах, чтобы не происходило забыкания и каких-то сбоев в работе. Так, давайте теперь рассмотрим именно работу данного устройства и те вопросы, которые возникают у пользователя в первую очередь. Ну, для того, чтобы нам с этим роботом работать, нам необходимо зайти на сайт Digis и найти здесь через поиск учебный робот, если мы наберем, у нас высветится как раз там 30-50, 30-20, в данном случае у нас 30-50 робот, вот, и перейти в раздел документации. То есть у нас есть описание по умолчанию, а есть здесь документация. Здесь мы видим, что у нас есть как раз методичка. Так, давайте сейчас перейду, показываю экраны. Да, секунду. Вот, так. Заходим мы на сайт Digis, в поиске набиваем мужчинный робот, попадаем мы вот сюда. на вот этот продукт. Документация. Видим, что есть методичка. Есть программное испещение под Windows, под Mac, есть технический паспорт, который можно скачать, и есть ПО для работы с роботом SD1. Нам понадобится что? Нам понадобится программа M-DRA, если у вас Windows, соответственно, скачен для Windows, и нам понадобится ПО для работы с роботом. То есть вот эти две вещи. Программа M-DRA не требует установки. Вот, запускается просто так. Вот. Кроме этого, вам нужно, чтобы у вас на компьютере был установлен M-Block версия 5.04. Вот, можем его скачать свободно абсолютно. с сайта M-Block.cc. Вот. Переходим в раздел скачать, и выбираем версию, которую нам нужно. То есть есть версия браузерная, и есть версия для ПК. Предпочтительно пользуется версией для ПК. Дальше, когда мы заходим в программу M-Block, мы должны выбрать оборудование, через добавить, и выбираем мы Ultimate набор, так называемый, окончательно здесь набирается. Он у нас, соответственно, здесь появляется. Ну, я уже выбрал. Далее, для того, чтобы нам работать именно с нашим роботом, необходимо добавить расширение. Оно у меня уже установлено. Вот. Вы его здесь находите. Называется SD320. Вот. Когда мы его добавили, это расширение, вот у нас здесь появляется блок, вот как раз SD1-4-320, вот с вот такими вот зелененькими блоками команды. С помощью этих блоков как раз и происходит программирование робота. Мы видим, что здесь можно переместить робот в определенные координаты. Можно ему добавить там ускорение, либо уменьшить ускорение. Сместить на определенные координаты относительно той точки, в которой он находится. Сместить робота на какой-то угол поворота. Встать в какие-то углы. Изменить здесь инструмент. Ну, к примеру, сейчас ставить там присоска. Мы можем присоску поменять на захват, либо на лазер. Соответственно, изменится поведение робота в данном случае. Вот. Когда мы скачали с вами наши инструменты для работы, наше программное освещение, мы попадаем вот в такую папочку, когда мы ее разархивируем. Здесь что мы видим? Мы видим здесь под папки SD320 3D Print, SD320 Plotter Laser и SD320 Plotter Pen. Это прошивки для определенных режимов работы. Вот. Также мы здесь видим файл примера. Там, Bluetooth Controller Test. можем его загрузить. И это программка для внешнего управления роботом. Когда мы начинаем с ним работать, вполне логично, что мы прицепляемся к нему вот по Bluetooth. Вот. В данном случае секунду прощения. Загрузка программы робота осуществляется через USB кабелем, который идет в комплекте. Нам нужно подключить нашего робота USB кабелем к компьютеру через разъем, который расположен сзади. Вот. После этого, соответственно, мы робота включаем. Вот. Подаем у него питание. И можем использовать загрузку программы. Для того, чтобы нам загрузить программу, нам робота нужно сначала подключить. Вот. Таким образом. Вот. Ну и, соответственно, там две платы. Сейчас одна плата центральная отрабатывает калибровку, а вторая плата у нас ждет, когда мы загрузим в нее внешнюю программу, к примеру. Ну вот. Мы успешно загрузили код. Сейчас робот пройдет калибровку. Вот. И можем попробовать управлять им с помощью модуля Bluetooth. который у нас лежит в комплекте. Так. так вот у нас робот закалибровался и встал в какую-то позицию. Что мы можем дальше делать? У нас есть в комплекте вот такой пульт. Пульт Bluetooth. Мы его включаем и для того, чтобы подключиться к роботу, нажимаем здесь кнопочку Bluetooth, держим, пока у нас быстро не замигает светодиод. и подносим его к модулю Bluetooth, который здесь. При подключении у нас светодиод загорается просто ровным светом, перестает мигать. Соответственно, после этого мы можем выполнять уже те операции, которые нам нужны. То есть можем управлять роботом с помощью этого пульта. Ну, вот у нас есть возможность взять пример попробовать что-то схватить при помощи этого робота. У нас есть мышка. Не знаю, насколько она сможет взять. Давайте попробуем. Для этого нам надо присоску опустить до этого предмета. переносить. И, соответственно, можно какие-то предметы перемещать, крутить их, вот куда-то переносить. 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 это такой простейший функционал, который заложен у нас в демо-программу. вот мы мышку перетащили средство на место. Мы можем запрограммировать в нашем блоке роботы для перемещения любых предметов. Можно распечатать, например, кубики на 3D-принтере и можно на эти кубики, например, наклеить буквы, из этих букв собирать слова, перетаскивая. Ну и можно это делать, естественно, не только с помощью пульта, а можно делать это по программе, запрограммировать перемещения при помощи блоков в ПОМ-блок, которые мы с вами видели. Что еще можно с этим роботом делать? Какой функционал у нас заложен? Как я говорил, весь функционал у нас определяется той насадкой, которая у нас в данный момент подключена. Насадки лучше менять, естественно, когда робот у нас выключен, потому что есть электрические подключения. В данном случае у меня подключена была помпа вот этим шлангом. Для того, чтобы ее снять, мы просто откручиваем винт. Здесь у нас есть присоска, которая прикреплена к сервоприводу. Присоска прикреплена к сервоприводу. Если я хочу заменить захват на пневмомеханический, если такие клещи, мне нужно снять присоску отсюда и на сервопривод прикрепить этот захват. Тогда соответственно у нас изменится инструмент. Он тоже будет пневматический. Мы тоже подключаем сюда пневмо шланг. соответственно немножко другие виды манипуляции можно уже совершить. Наиболее частый вопрос как прошить робота. Что значит прошивка для 3D-печати, для рисования и так далее. Сейчас я вам покажу что это такое. Как мы говорили, у нас есть вот эта папочка. Так у нас есть папка. Да, эта папка у нас есть. Секунду. Пока сыграло немножко здесь. так работает. Надеюсь что видно. у нас есть вот эта папочка. Здесь как я говорил лежат прошивки. вот эти прошивки у нас в виде программ записанных на ардуино IDE. Соответственно это язык C на ардуино C. Для того чтобы нам пользоваться этими программами нам необходимо чтобы на нашем компьютере было установлено программное обеспечения ардуино IDE. Скачивается тоже бесплатно. сайт Arduino точка CC версия нам нужна не последняя рекомендуется использовать версию 1.8 то есть 2.0.3 мы не тестировали. Может быть будет работать может быть не будет. Опускаемся ниже 1.8 и даже наверное предыдущую 1.8.18 надо скачивать. Здесь соответственно скачиваем файл установщика и устанавливаем данное ПО в себе на компьютер. У меня это ПО уже установлено вот соответственно я могу просто запустить приложение прямо здесь файлом который у вас в папке Plotr.pen вот и у меня открывается SD320 вот такая программка вот которая собственно говоря и является прошивкой вот нам мы можем что здесь сделать для того чтобы у нас все работало нам нужно выставить плату правильно Arduino Mega 2560 это тот контроллер который у нас стоит и управляет собственно говоря именно программным регистом и правильно выставить платком 4 после этого можем запустить проверку сразу говорю что при компиляции у нас будут такие ошибки выскакивать но тем не менее компиляция завершается эти ошибки из себя представляют некие реперные точки которые программисты заложили специально в код они должны выскакивать вы этого не пугайтесь ну и можно произвести загрузку данного кода после этого пробовать так значит что далее мы делаем далее нам нужна программа mdra программа mdra у нас как я говорил не требует установки все что нам необходимо это ее запустить запустить запускаем приложение вот такая программка она на весь экран не раскрывается что нам здесь необходимо сделать ну во-первых необходимо изменить тип оборудования на xy здесь соответственно мы выбираем тот комфорт которым у нас подключен никаких апдейт фирма здесь мы не нажимаем ни в коем случае потому что это совсем другая прошивка та прошивка которая нам нужна уже сделана та прошивка с которой мы будем работать она уже в роботе и нажимаем connect появились две зелененькие строчки мы понимаем что наш робот подключен к компьютеру далее чтобы рисовать нам необходима другая насадка с карандашом мы ее должны установить в робот в программе в программе у нас есть положение пера верхняя есть положение пера нижняя здесь соответственно нам необходимо установить какие-то значения например скажем предположим что 30 миллиметров это нормально сейчас у меня робот едет вниз и посмотрим до какой степени он опустится в данном случае нам 30 миллиметров маловато вот соответственно нужно опускать еще ниже карандаш при этом карандаш желательно сделать короче потому что если мы длинным карандашом будем пытаться рисовать у нас при дальнейшем опускании на робота он придется в плечо на робота то есть у нас либо карандаш должен достаточно сильно выходить из держателя либо соответственно карандаш нам необходимо как-то укоротить перед тем как с ним работать ну в данном случае давайте попробуем его выдвинуть у нас в комплекте есть инструмент который позволяет это сделать у нас есть пузыльки которые можно таскать есть вот такие вот ключи такие ключи шестигранники которые позволяют нам как раз работать с инструментом все что нужно закреплять все что нужно закреплять и здесь у нас обычные винты которые можем ослабить и передвинуть наш карандаш удержателя держится несколькими винтами давайте попробуем его опустить вот важный момент когда мы хотим использовать рисование с этим роботом пожалуй самый важный момент это то что у нас калибровка робота происходит при помощи гироскопа соответственно робот выставляет для себя некую позицию которая считает вертикалью если у нас будет покатый стол то соответственно робот вертикаль выберет неправильно он выберет ее относительно покатого вот этого стола вот а это самое и при рисовании при рисовании в частности у нас возникнут очень неприятные моменты в чем эти неприятные моменты будут заключаться робот будет одного края стола касаться когда будет вести линию а с другой стороны начнет касаться а с другой стороны будет рвать бумагу по сути у нас будет слишком сильный нашим давайте попробуем посмотреть в программе именно до настроя нашего робота и так верхнее положение ладно нижнее положение надо еще уменьшить ну вот у нас робот коснулся как раз бумаги верхнее положение соответственно тоже можно уменьшить то есть вот это поднятое перо у нас это у нас опущенное перо вот нижнее положение касается бумаги вот немножко с небольшим нажимом верхнем соответственно нет учитываем что координаты робота идут таким образом что от задней части то есть взгляд человека должен быть направлен как раз от задней части тогда мы видим наше рабочее поле вот что касается файлов которые загружать сюда нужно это файлы свг у меня к сожалению под рукой свг файлов здесь нет их нужно найти в интернете вот скачивается ну просто запускаем поиск ищем свг файлы и эти свг файлы грузим роботом он умеет теоретически работать и с файлами бмп и с другими вот но родной формат для него свг вот ну и через поиск да мы этот файл находим здесь картинки может быть есть нет нет к сожалению файлов таких у меня нет и все что оставалось сделать это по сути нажать выбрать файл да и нажать запустить рисование после этого робот у нас соответственно начинает выполнять рисунок аналогично мы поступаем с лазером у нас лазер становится активным вот когда подключим вот что еще можно здесь сделать в этом то ну естественно значение для себя можно сохранить вот можно войти в настройки вот здесь соответственно у нас есть размеры рабочей зоны размеры рабочей зоны но у нас не больше чем лист опять наверное 20 миллиметров скажем на 150 зачем это нужно чтобы понять именно масштабирование нашего объекта то есть наше рабочее поле оно вот такое а не как мы изначально видели соответственно рисунок когда мы будем на нем располагать мы поймем ближе что называется к реальности как этот рисунок у нас выглядит то же самое по сути аналогично при использовании других насадок вот когда мы подключаем лазер соответственно мы должны включить режим для лазера можем даже нет с этой прошивкой у нас не получится нам нужно использовать прошивку именно для лазера но соответственно здесь у нас должен быть включен лазерный режим мы мощность лазера тоже выставляем в зависимости от этого будет у нас глубина гравировки лазер достаточно маломощный поэтому резать картон он сможет фанеру уже только гравировать ну и необходимо при калибровке лазера таким образом откалибровать чтобы у нас было минимальное пятно именно в рабочем состоянии будет он у нас включаться выключаться в зависимости от того режет он или гравирует или ожидает там следующий переходит с одной линии на другую то есть только при рисовании у нас здесь подъем карандаша под поверхности когда у нас перерез линия какая-то переход с одной линии в другую то у лазера соответственно это режим включен выключен в принципе по программному освещению наверное все что касается ардуино и DE с ним можно работать в том числе под линексом если нам нужна работа под линексом с mblock при наличии интернета мы можем использовать браузерную версию вот она веб-версия mblock вот но для того чтобы с ней работать нам необходимо установить драйверы mlink без драйверов mlink у нас неправильно будет определяться оборудование mlink есть соответственно в формате debian rpm под линекс здесь каких-то особых проблем у людей не возникает кто хочет использовать браузерную версию все это возможно все это работает в принципе на этом я хочу закончить спасибо за внимание и если остались вопросы жду вопросов в чате спасибо спасибо Продолжение следует...